Добрый день! Сегодня я расскажу о головонуке под названием Куб Радуга или Рейнбоу Куб. Выглядит вот так. Это 14-гранник. Здесь 7 цветов. Ну, у Радуги должно быть 7 цветов. Хотя есть версия и с 14 различными цветами. Производится конкретно вот эта модель, вернее, производилась компанией YJ. По крайней мере, такую информацию мне удалось найти. И даже в одном месте я нашел, что такой кубик еще продается. В большинстве же магазинов версию от YJ уже не найти. Но зато есть версия от компании VTDN. Причем даже две версии. Обычная, он с 14 цветами. И версия плюс. Вот они на экране. Где доступны еще вращения как 2 на 2. Здесь такой вот разрез есть. То есть все то же самое. И вращения как 2 на 2. Я хотел себе купить эти головоломки. Но цены на них такие неразумные, что я пока передумал. Подожду как-нибудь другого случая. Этот же радужный куб у меня уже очень давно. Я его отобирал пару раз. Вот решил о нем сегодня рассказать. Что из себя представляет. По идее можно поставить вот так. И заметить, что здесь есть 6 квадратных граней. Черная, черная. Напротив. Ну, на версии из черного пластика будут здесь белые наклейки. Также красные, красные. Желтые, желтые. И все. 6 граней. Трех цветов. Они квадратные. Здесь по 4 наклейки. И как у обычного кубика рубика. Также 6 граней. Если вот эти вот уголки срезать. То получим нашу картину. То есть вот сверху 4 срезанных уголка с наклейками. И с другой стороны еще 4. Я сегодня пособирал перед съемкой. И мне напомнилась вот эта головоломка от Сингсоа. Тоже как октаидр вращается. Но здесь доступно вот такое вращение. И вот такое. А здесь вроде все похоже. Но вот эти элементы одинаковые и симметричные. Также вот эти 8 треугольничков, которые можно вращать. Если еще немного присмотреться, то можно понять, что это очень похоже на динокуб. У которого появились дополнительные вот здесь центральные элементы. Вот динокуб. Вращаем вот так. И здесь вот так. То есть кубик, у которого вращаются углы. Также здесь 3 элемента основных. Раз, два, три. Ну и еще вот здесь центр. Если бы у динокуба вот этот внутренний уголок был разных цветов. Здесь они все одного цвета. То были бы вообще одинаковые по функционалу головоломки. Но нет. И удобнее собирать Rainbow Coupe по-другому. Не так, как динокуб. Давайте перемешаем. Вращается он так посредственно. Но вращается. Напомню, что это уже старая модель. Хотя новые от компании VTD вращаются тоже не очень хорошо. На них вроде бы жалуются. Ну вот как-то вот перемешалось. Попробуем собрать. Белого цвета нет. Начнем с какого-нибудь. Чуть-чуть. Вроде хорошо перемешано. То, что здесь 3 одинаковых черных квадратика, нам сильно не поможет. Начинать будем с треугольных граней. Давайте с синих. Напомню, здесь два синих цвета. Этот треугольник и вот этот. Центральные элементы не перемещаются, только вращаются. И может получиться такая ситуация, что вот синий элемент. Нужно его поставить как-то сюда. А он сюда никак не встанет. Ни этот, ни этот. Потому что он с противоположной граней. Это, наверное, единственная сложность. Семицветные по сравнению с 14-цветной версией. Там, где 14 цветов, просто смотрим, нужен синий цвет. Находим его, подводим сюда. И все хорошо. Здесь же нужно еще проверить, что он подходит. То есть вот этот не подходит. Этот нет. А вот этот, наверное, подойдет. Раз. И один элемент поставили. Теперь рядом с ним нужно поставить еще два синих. Но явно не этих. Поищем другие. Вот. Но вот эти цвета не совпадают. Поэтому лучше поставим на другое место. Здесь цвета совпадут. Нужно еще поставить третий. Допустим, вот этот. Но этот не подойдет. А синяя наклейка будет сбоку. Все не то. Вот этот подойдет. И вот уже все хорошо. Далее, собрав синий треугольник, можем собрать какой-нибудь зеленый, который рядом. Один элемент уже на месте. Этот не отсюда. Этот не отсюда. Вот этот подойдет, но не та сторона. Отведем обратно. Подставим нужное место. Поставим. Ну и чтобы синий не сломать, повернем. Итого, два зеленых есть. Нужен еще один. Какой-нибудь. Вот этот подойдет. Ну и синий вернем на место. И вот уже розовый как-то сам собрался. Синий, зеленый и фиолетовый. Что-то само собирается. Собирается интуитивно. Ну и хорошо. Что осталось? Ну синий у нас, кстати, противоположный собран неправильно. Мы начали с этого. Вот этот противоположный элемент. И вроде на местах. Но вот эти цвета не совпадают. А что у нас еще есть? То есть противоположный зеленый, розовый и синий. Вот три осталось. Давайте какой-нибудь один соберем. Ну можно даже. А кстати фиолетовый тоже неправильный. А синий соберем. Поменяем. И здесь как-нибудь. Вот так. Ну и все собралось. Ну собираю последние грани. Обычно собирается вся головоломка. Интуитивная. Никаких паритетов я тут не заметил. Все должно быть просто и легко. На Дина Кубе можно сделать сборку так, чтобы цвета местами поменялись. Сейчас бело-зелено-оранжевая расцветка. Можно сделать бело-зелено-красные цвета. Здесь элементы трехцветные. Ну и еще у нас центры фиксированные. Вернее отмечены. Так не получится. В общем если вы где-то видели Rainbow Coupe от VTD. Тот который версия обычная, а не плюс. То это вот точно такая же не очень интересная головоломка. Хорошо подумайте стоит ли тратить порядка двух, а то и более тысяч на ее покупку. Ну и версия плюс поинтересней. Ну а я смотрел в российских магазинах, там цена еще больше. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.